Добрый день, дорогие друзья, с вами Лестер, и мы продолжаем проходить второй эпизод игры «Ходячие мертвецы». Как вы помните, эти мудаки на ферме оказались людоедами, или они не людоеды, просто пытаются так экономить свои запасы, поедая других людей. Но они нас заперли в холодильнике, и сейчас мы попытаемся выбраться. Так, давайте сейчас что-то предпринять, давайте, с Клементиной мы уже поговорили, давайте этого сейчас, пускай этот хер заткнется, успокоится. Да ладно, Ларри, ты правда хочешь привлечь их внимание? Да, я хочу привлечь их внимание, чтобы смог поубивать их нахуй. Все, ладно, чувак, успокойся, похоже, твоя новая подружка не так хороша, как оказалась, да? Да в чем, черт возьми, твоя проблема? Моя проблема в тебе. Ты не дал мне мой паек в мотеле. И что теперь? И ты сегодня за всех сил пытаешься вести себя со мной, как полный мудозвон. Ты, должно быть, и вправду ненавидишь меня. Ты только понял, слупок? Ну угадай, что? Ты застрял со мной, я планирую тебя пережить, и если ты превратишься... Ну, короче, входящего, он меня убьет, я понял. Ну, скажем, я не враг тебе, успокойся, мы все заодно, я не верю тебе. Помни, я знаю, кто ты на самом деле, ну и член тебе в рот за это. Так, ладно, давайте теперь с Лили поговорим. Твой отец не облегчает нам жизнь, знаешь ли. Откройте эту херову дверь, папа, остановись. Черт, возьми. Они не откроют дверь. Так, давайте теперь с Кенни, и дальше уже начнем шаровать. У них Катя, да, Кли, у этих уебоков моя семья. Я знаю, мы выберемся отсюда и найдем их. Так, ладно, давайте осмотрим кондиционер. Я выберу проклятую дверь. Папа, тебе нельзя... Ааа, все, очередной оргазм. О, боже. Папка! Все, нет папки. Ай-яй-яй, как жаль. Нет, папа, ну же, папа! Знаете, мне вот сейчас на сайт сдох и сдох. Он не дышит, кажется, у него сердечный приступ. Блядь, он умер. Он не умер, кто-нибудь, помогите. Но можно подмышку дать ему понюхать, может, это как на шаттерный спирс работает. Ты знаешь, что произойдет, Ли? Подумай, ты видел того беднягу в мотеле, как он быстро превратился. О чем ты говоришь? Ли, мне очень жаль, правда, правда жаль. Слушайте, реально надо его убивать теперь. Но через несколько минут мы окажемся в запертом комнате с двухметровым 140-килограммовым и совершенно разъе... Разъе... Разре... Блядь, мерзлый парень, пошел нахуй, может, спаси его, Ли. Будем оплакивать всего позже, а сейчас нам нужно предотвратить его возвращение. Нет! Черт, возьми, Кенни. Он не умер. Так, мы не можем убить его, если он не умер. Давайте скажем, что все может спасти его. Я бы хотел, чтобы она смогла, поверь мне, хотел бы. Ну, мужик, мерзлый, и вы оба знаете, что произойдет дальше. Кенни, послушай. Не думаю, что я забыл твои слова в аптеке, когда все вокруг думали, что Дак укушен. Но я поступаю так же, за исключением того, что Дак не был укушен, а мы знаем, что этот парень не выживет. Вспомни, что говорил Бен. Нужно разрушить мозг. Ну же, Ли, ты не можешь оставаться в стороне, сейчас ты должен поддержать меня. Черт, возьми, Ли, ты нужен мне, пожалуйста, помоги мне. Знаете, я помогу Лиле. Давайте. Все-таки, я думаю, надо помочь. Он дышит? Нет, кажется, что нет. Ладно, дай я попробую следить за пульсом. Но, Кенни, ты будь наготове, если что, его рубануть по полной прям. Отойдет, он превратился. На всех подвергаешь риску, сукин сын. А, ну тебя не хера нет толку, давай. Ебать! Твою мать! Нет! Кенни, мне очень жаль. Мне так жаль, я просто... Это необходимо было сделать. Ты не мог этого знать, наверняка. Я знал, Ли, и ты тоже, я рассчитывал на тебя, приятель. Нет, знаете, я сейчас поступил правильно. Блять, не трогай меня! Я поступил правильно, потому что, если бы сейчас я помог Кенни, я, во-первых, в глазах Клементина бы выглядел монстром. Во-вторых, бы против себя еще Блили настроил. А все кончено? Пока нет. Знаешь, детка, мы сейчас выберемся, пока мы дышим. Ну, короче, будем бодрить ее. Давай, не переживай. Я знаю, знаю, но сейчас ты должна быть сильной, мне нужно, чтобы ты была сильной. Думай о чем-нибудь другом. Там, например, я не знаю, о пони, о радуге. Например. Давай скажи про родителей. Безопас мест, твоя рация, выход отсюда. Давай скажи про твою рацию. А, твои разговоры, ну, понарошу, там, разве после них не чувствуешь себя лучше? Давай поговори с ними, типа. Мы ведь выберемся, да? Ты нашел выход? Ну, пока нет, но я работаю над этим. Все, давайте искать. Давайте сейчас... Так. Давайте на Ларе посмотрим. Я полюбуюсь на этого ублюдка. Мне очень жалили. Да. Ладно, давайте искать выход, с этим пока разговаривать не будем. Может, что полезное есть? Так, кондиционер. Все-таки не запроста, он с ним может взаимодействовать. Эта штука должна быть воздухом. Может, короче, пролезть можно на него. Кондиционер снимается? Думаю, я смог бы его снять, если бы у меня было что-то, чем можно открутить винты. Мультиинструмент, твою мать! Да! Ну, конечно, они забрали его. Дерьмо. Возможно, мы сможем использовать что-нибудь другое. У меня есть камушек. Ну, ты молодец. Камушек не поможет, но с монеткой может получиться. У тебя есть монетка? У Ларе 60 центов есть. Не, у Ларе есть 60 центов в кармане. Это я знаю. Так, ну-ка, давайте еще посмотрим. Попробуем дернуть, как обезьянка. Так его не открутить. Ладно, выходим. Я знаю, Ларе говорил, типа, я марку, там, я могу дать тебе этих. Там. 60 центов у меня в кармане завалялись. Так, нет. Ну, чувак, осмотри его карманы. Ладно, давайте поговорим с Лиле. Он был еще жив, Лиле. Он был еще жив. Да ладно, он мудак был. Ты даже надо думать, что Ларе был хорошим отцом. Я не пытался уберечь его. Давай скажем, что с хорошим отцом было. Мне очень жаль, правда, жаль. Мы с Ларе, возможно, и не очень ладили, но я знаю, он бы сделал все, чтобы защитить, там, тебя. Он был хорошим отцом и бла-бла-бла. Ну, я в принципе рад, что Ларе сдох, честно. Кажется, я нашел выход отсюда, но мне нужно что-нибудь, чтобы открутить винты на кондиционере. Если у тебя есть что-нибудь, я мог бы использовать как отвертку, монеты или что-нибудь. Нет. А что насчет него? Послушай, я знаю, сейчас ужасное время, но... Для этого, но... Да у него 60 центов в кармане есть, я знаю. Там в мотеле Ларе что-то упоминала, а монеты в кармане. Вот именно. Что тебе нужно? Мое благословение, чтобы обшарить его труп? Твое разрешение. Делай, что нужно. Да я сделаю, мне... Я как-то это... Не брезгую. Вот чёрт. Давай, ладно, смотри. Есть предложение, в каком кармане он держит мелочь? Я здесь не в кармане, а из-под трусов. Точно, не хватало его мошонку теребить. Давай этот карман посмотрим. Он всё носит, ещё носит бумажку. Слушайте, я угадал. Или там нет монетки, слышь? Почему-то в бумажнике не посмотрел. Кольцо. Мамина. Не беспокойся, я не заберу его. Да, оставим здесь, на ферме. Пускай пропадает. Так, ну вот. Два четвер... Четвертака и десюлик. Что ж, ладно, парни, вы оставайтесь тут, а я пойду за мороженым. Ладно. Давайте открутим. Нужно просто открутить винты и снять устройство. Так, давай. Откручиваем, не будем копошиться. Смотрите, получается, работает. Но в представлении Кенни же... Давай, блядь, быстрее. Мы хотим здесь проторчать всю вещь. Слушай, сам попробовал, пооткручивал. Нет, знаете, как бы, в принципе, в представлении Кенни, мы же... Элиж у нас чёрный, он владеет всякими навыками взлома замков, откручивания шурупов различными способами. Вот, поэтому неудивительно, в принципе. Так, ну это наш выход ли? Давай, слишком узко для нас, чтобы пролезть. Мы не знаем, куда он ведёт. Клементина может пролезть. Нет, Клементина я не отправлю. Давай, скажем, мы не знаем, куда он ведёт. Похоже, что он ведёт прямо в подсобное помещение. Я могу это выяснить. Так. Я бы не хотел бы её отпускать, если честно. Думаешь, ты справишься? Давай, скажем, ты думаешь, справишься? Не, страшно. Бояться это нормально. Ты нужна нам, Клементина. Ладно. Слушай, нет, я не хотел, чтобы она лезла, но... Походу, да, это такое... По сюжету игры так и должно быть. Ну ладно, с тобой всё будет в порядке. Что мне делать, когда я выберусь? Посмотри, сможешь ли ты выбраться с противоположной стороны двери и открыть её. Ну давай, детка, я на тебя рассчитываю. Ну всё-таки неспокойно, потому что она туда полезла. Мне кажется, Лилия смогла бы пролезть тоже ещё. Но она, в принципе, сейчас ошарашена и не знаю, что бы смогла сделать. Так, какие-то шумы. Как бы она внимания этих мудаков не привлекла. Так. Я так понимаю, сейчас дверь откроется, или откроют эти ублюдки-людоеды, скажут там, типа, ага, Клементина у нас, и мы вас сейчас зарежем. О, ты в порядке? Кого-нибудь видела? Нет, но там снаружи человек. Окей. Куда, чёрт возьми, ты пошёл? А тебе какое дело? Кенни, блядь. Слушай, он теперь против нас настроен. Да и хер с ним, чё? Лилия, извини, нужно уходить. Я знаю, мне просто нужна минутка, чтобы попрощаться. Мы справимся, да? Да, это подойдёт. Блядь, он погубит нас всех. Так, давайте посмотрим, что там. Останься здесь, позаботься о Лиле, ладно? Я позабочусь. Так. Давайте. Попробуем выбраться отсюда. Правда, с Кенни мы теперь не дружим, но и пошёл он нахер, потому что... Опа, нихера. Да. Явно они тут животных разделывают. Прям я вижу... Даже верёвка есть. Я говорю, что это не так, что это комната. Это блядская человеческая скотобойня. Так, ладно. Я так понимаю, там дождь идёт за окном. А из арсенала у меня только на... Монетке. А, нет, ещё и крюк. Слушайте, таким полоснуть можно без проблем. А подобным, кстати, оружием пользуются сомалийские пираты. Я видел, как вот подобными крюками тушу свиньи разделали. Это вот нечто, я вам скажу. Так что, если у меня этот крюк в руках, и кому-нибудь удастся полоснуть, им это пиздец полный на стане человека. Это я вам просто правду говорю. Так, таблица разделки. Да, явно по ней, а не туши разделы. Это какие-то органы. Думаю, меня сейчас тошнит. Смотрите, да, что-то явно неприятная вещь. Так, зуб... О боже, что не так с этими людьми? Так, отсюда Клементина вылезла. Может, не стоило посылать Клементину после... Это когда-нибудь снизу кошмар. Правильно, представьте, ребёнок вот так вот вылазит, а тут вот такой вот. Так, мини-погонятка для скота, может взять. О, электрошокер, нормально. Вот, я этой бичине старухе пришпорю туда. Э, а почему ты крюк положил? Серп. А, типа он не может сразу всё нести. Нет, знаете, я лучше бы... Если сейчас... А, значит, мы должны выбрать. Так, а это что? Ну-ка, боже, место, где разделывали людей. Так, знаете... А, больные ублюдки все они. Я возьму крюк, вот честно, потому что это вот самая клёвая вещь, которая здесь есть. Ни серп, ни вот это вот... Когда он входит под кожу жертве, это просто нечто. Так, давай, скейни. Какого чёрта ты творишь? Возвращай свою семью. Ты собираешься делать, пойти взять его оружие? Тоже неплохой план. Ладно. Так, мне кажется, ещё электрошокер мог бы пригодиться. В том плане, что если будет вода, всё-таки дождь идёт, и можно было бы его опустить в лужу, и его бы херануло током. Это, в принципе, тоже неплохо. Так, давай, Кенни. Попробуем взять винтовочку и... Полоснём его. Откуда я мог знать, что это безногий ублюдок проснётся? Я думал, он достаточно накачан наркотиками, чтобы они проспали всю ночь. Так, падла, ну всё. Дэн, почему ты не в амбаре? Вот чёрт! Просто охраняю, как ты приказал. Что ж, хватит сидеть под дождём, как идёт. Мама сказала, что нужно убить их и избавиться от проблем. Убить нас? Ну, давай, попробуем. Одного оставляем, остальных убиваем. Можно мне выбрать, кого оставим? Не детей, слишком мало мяса на обмен. Так. Я так... О, я знаю Мэйбл. Смотри, где он сейчас. Он прям тут, сука. Ладно, сейчас он отвернётся, ему... Как, крюком полоснём? Давай. Он внутри, но не подходит близко. Что будем делать? Я сейчас уже... Мы уберём его вместе. Как? Он не знает, что мы выбрались. Он пройдёт мимо нас к морозилке. Мы уберём его, когда он будет к нам с виной. Посмотри, что он сейчас делает. Так, скорее бы крюк в детстве применить. Мне так весело. Ах ты! Сука! Понял, ублюдок? Так, давай, сейчас тебе крюком... На, падла! Ах, твою мать! Давай, Кенни, ну предприми что-нибудь! Ох, нихера себе! Молодчинка! Давай, в капкан его! Молодец! Что, падла, не ожидал? Так, сейчас главное, лишь бы он не заорал бы там, типа, на помощь. Но если что, главное того в чёрной куртке убрать. А ты что, не высунулся, сука? Слушай, трус! Нет! Опа, его жена. Ну что? И сейчас засышь. Так, слушайте, меня лили жизнь прямо сейчас спасла. Так. Ну всё, сучка, я тебя в живых-то не оставлю. Ааа, ты видишь? Сейчас ты поднял, не так ли? Теперь ты можешь меня убить. Так. Ааа, вот так работает теперь этот мир. Отдай... Отдай часть себя, чтобы остальные смогли жить. Я убью тебя прямо сейчас. Марк не хотел стать едой. Почему ты убил... Так вот, почему ты убил ту женщину в лесу? Она всё знала! Ты не был готов услышать правду ли? Пришлось остановить её. Ааа, ты можешь оставить меня в живых. Если ты меня убьёшь, мясо испортится, и тогда мы не... Ты не сможешь меня съесть. Ааа, ты уже испортился. Знаете, я не хочу его убивать, если честно. Ааа, ты не смог убить... Тебя не хватает духу, старый трус. Сраный трус. Знаете, я не хочу его убивать. Правда, вот. Там ещё, я так подозреваю, стоит Клементина. Если я его сейчас срубану, она это увидит, и... Ааа, я стану каким-то чудовищем. Вер, сейчас работает не так, падла! Ты не заставляешь меня убить тебя. Да, всё. Если Лили хочет, пускай она его убьёт. Отлично, видите, я же говорю, Клементина здесь. И если бы я убил, она посмотрела, сказала, да ты что, Ли, ты же чудовище. Вот, если как бы парень и так уже, возможно, не жилец, его и так несколько раз полоснули. Иди, я прикрою тебя. Окей, останься здесь и присмотри за Клементиной. Я скоро вернусь. Давай, детка. Всё, сматываемся. Так, ну, в принципе, зря я виллу выкинул, я так подозреваю, потому что... Можно было их взять с собой и... Как бы пришпорить кого-нибудь, если вдруг возникло бы необходимость. А это я сейчас пошёл буквально безоружным. Кенни! А где этот Кенни, кстати? Неужели, что он уже с семьёй смотался подальше? Ох ты. Я так понимаю, нам в дом надо пиздрячить. Ладно. Выдвигаемся, но... Ещё раз говорю, неплохо было бы какое-нибудь оружие с собой захватить, но... Ничего, походу, нет. Так, какие-то там шорохи, там... Ну, походу, ограда не работает, мы же генератор сняли. Сейчас ходячий ещё попрут, я так подозреваю. Ну, твою мать, точно! Вот уже плетёт. Опа. Кто это его снял так? О! Карлин! Карли! Давненько я тут не видел. Карли! Ли! О, и этот парень. Всё, отлично. Всё хорошо, ребята? Вас не было очень долго. Они напали... Скажем, они напали на нас, Фасхай пока не бежит к нам. Я знал, я говорил, что нельзя им доверять. Блядь, сколько их там? Осталось двое. Где? Ларри Мёрф, он отрубил Марку ноги, хотел докормить их... Нас с его мясом. О, всё в порядке? Они до сих пор удержат Катю и Дак в доме. Я не знаю, где, блядь, Кенни. Кенни, можешь... Хорошо, мы идём на пофиг. Кенни уж билет в Тулупу укупает, уезжает отсюда на поезде. И сюда, главное, ворота. Короче, главное, аккуратно. У тебя есть оружие? Не выхожу из дома без него. Бен, не отходи от меня. Ли, будь осторожен. Я так понимаю, Кенни уже бежит к автовокзалу покупать билет подальше отсюда. Конечно, он, мне кажется, семью не побежал спасать. Нет, ради бога, нет. Слушайте, её что, насилуют там или режут? Я не знаю, в любом случае надо помогать. Просто заткнись и всё будет хорошо. Так, давайте, слушайте, что-то происходит. Я возьму пацана, я отойду проверю. Нет, пожалуйста, не трогайте мальчика. Молчи, женщина. Успокойся, я не хочу навредить всем вам. Энди, Энди. Это ты? Что там происходит? Давайте. Я оставил Дэнни в амбаре. Он получил по заслугам. О, господи. Всё, а также пускай знает то, что... Отпусти меня! Пускай знает то, что мы тут сейчас всем напиздрячим. Так, я уже вижу. Ли, назад не подходи! Тебе нужно шпионить. Нужно было шпионить, не так ли? Отпусти её, Бренда! Так, ещё делать. Так, давайте. Защитную дверь открываем, к херам. Ли, прошу! Мне шагу больше. Бренда, послушай меня. Ты знаешь, ты не хочешь делать этого. Просто уйди, оставь нас одних. Так, я могу ходить. Я так понимаю, блин, она сейчас её убьёт. А делать-то нечего. Стой на месте! Повторять не буду! Ах, твою мать! Слушайте, я... Я сдох. Нажмите, чтобы повторить. Продолжить, ладно. Тебя нужно было шпионить, не так ли? Отпусти её, Бренда! Так, слушайте, надо что-то, значит, по-другому как-то разыгрывать. Первый мой провал, кстати, в ходящих мертвецах. Первый раз умер. Прошу ни шагу больше. Бренда, послушай, ты знаешь, что не хочешь делать этого. Просто уйди, оставь нас одних. Так. Что-то нужно предпринять. Так, блин, ребят, я пытаюсь сообразить. Может, мелочь бросить в неё? Так. Стой на месте! Повторять не буду! Да твою мать, что происходит? Так, я же говорил, типа... Слушайте, первый такой запарочный. В конкретный момент, что я не знаю, что делать тут. Тебя нужно было шпионить, не так ли? Отпусти её, Бренда! Так, ну это мы уже слышали тысячу раз. И ничего главное не сделаешь, только вот защитная дверь. Ли, прошу, ни шагу больше. Бренда, послушай меня. Так, что-то надо придумать. Просто уйди, оставь нас одних. Так, может, он куда-то в сторону может отойти? Или... Стой на месте! Ладно. Ладно, окей, стою. А, всё, поговорить с Брендой. Всё не должно так заканчиваться. Подумай, что ты делаешь. Всё не должно так заканчиваться. Я убью её, Ли! Просто отпусти меня. Опа, там ещё Марк живой. Так, что, ещё можно подойти или как? Смотрите, правда, Марк! Давай, ещё подойдём. Чуть-чуть, ещё. Главное, чтобы главное, лишь бы не пальнул по нам, сука. Стой! Не делай глупостей! Я так понимаю, ещё что-то можно крикнуть. Отпусти её, Бренда! Прошло, послушай его. Катя, а ты вырывайся хотя бы. Я сделаю это! Прошу! Слушайте, смотрите, как Марк коряч... А, Марк, смотрите, он умер и стал ходячим. Всё понятно. Всё понятно. Давайте. Давай, ещё подходим аккуратнее. Слушай, какая напряжённая ситуация. Я не хочу тебя убивать, Ли! Давайте. Пожалуйста, не делай этого. Всё ещё хуже станет. Стой на месте. Ну, а ты попалась, сучка, в мою ловушку. Ещё чуть-чуть, и ты отойдёшь назад, Марк тебя схватит. Отлично. Опа! Ох, как. Они забрали Дака, где Кенни? Я сказал, стой на месте, урод. Не смей. О, боже. Так, что-то происходит. Отпусти его, чёрт тебя подери. Так. Надо бежать за револьвером. Этого не произойдёт. Энди, не надо. Заткнись. Ох, твою мать. Пап! Слушайте, какие прям драматические ситуации разворачиваются. Энди! Вы что, блядь, о себе возомнили? Смотрите, что вы наделали. Успокойся. Успокойся? С чего бы, а? Мы хотели только ебаного бензина. А нехер людей жрать? Опа. Карлин, ты молодец. Смотрите, я сейчас тебя поборю, сука. Опа! Ты, тем более, раненый. Смотри, как я тебе челюсть сломал, падла. Оф! Так, Ли, вставай, вставай. Ты чё? И почему Карлин не стреляет? Ох, твою мать, как это... А это было больно. Так, заработала игра, да? Вставай, вставай. Слушай, не дождёшься? Я жму, жму со всей дури. Ку, нет, ты меня так просто не возьмёшь, падла. Гондонище. Получается... Слушайте, я со всей силы жму Ку. Никак не получается свести до конца. Да что ж, твою мать? Чё за херни? Что произошло? Я со всей дури долблю Ку. Лили! Лили! Ох, слава богу. Ну всё. Давай-ка сейчас я вправо и влево. И вправо. И влево. И вправо, влево. Чё, всё? Отлично. Слушайте, не, я его убивать не хочу, в принципе. Так, а чё они все так смотрят, как пидорский класс какой-то? На тебе ещё, гнида. Вот такие разборки у нас на... Вот так вот мы в бутву разговариваем. Где моя мелочь? Где мои деньги? Слышь, ты, бородатый Джо, давай всё, что у тебя есть. Ты! Теперь твой ларёк, это мой ларёк. Ты на него не претендуешь. Ты понял? Я всё заберу. Лили, хватит. Да, действительно, хватит. Но я надеюсь, я его не убил. А, с него достаточно. Но это уж точно. Так, чувак. Да, он ещё жив. Лили, это всё, что ты можешь? То есть, ничего? Слушай, а как ты есть будешь, у тебя зубов нет? Всё, кончено. Понял, блядь. Иди нахуй! Как только Дэн и мама придут сюда, вам всем. Они мертвы, кстати, пиздец. Они оба мертвы. Скажем, они оба мертвы, сука. Что ты наделал? Что, блядь? Что ты наделал? Ты как на... Ты даун, блядь. Ты надаун. Смотри, смотри, полоумное лицо какое. Даже не смею ходить от меня, Лили. Слушай, а ты... Вот это, ты шепелявый падла. Вернись сюда и закончи. Нет, я не вернусь и не закончу, чувак. Потому что так будет правильно, иначе я стану чудовищем. Нет, я уйду. Я поступлю красиво. Как настоящий герой в боевиках. Оставив злодея. Вернись сюда и держись, держись как мусина. Да нет, чувак. Вы сохранили, Энди, жизнь. Опа, генератор-то перегревается. А ты и так сейчас дохнешь, ты не выживешь. Они заходят. Слушайте, надо что-то предпринимать. Ех, твою мать. Чувак, беги. Пойдем, пойдем. Реально, сваливайте, чувак. Пускай там и остается. Или может его с собой взять? Нет, значит его с собой взять нельзя так. По сюжету задумано. Да и в принципе, мы убили двоих его родственников. Маму и брата. Поэтому брать его с собой до этого самоубийства. Что ж, я так понимаю, второй эпизод подходит к концу. Или уже близок к концовке. Так, идет загрузка и я так понимаю, сейчас какой-то такой будет ролик финальный. То, что, мне кажется, все-таки эпизод второй уже заканчивается. Глубокая ночь. Была ночь, и они шли далеко вдаль. Перед ними была неизвестность. Они не знали, что будет дальше. Но они верили, что все будет хорошо. И просто шли вперед в надежде выжить. Нет, книги мне пока писать рано. Так, какая-то напряженная пауза. Эй, Ли. Я бы извинил за то, что мы покинули мотель, но ты же знаешь. Я счастлив, что вы тогда появились. Если бы ты не сделал тот выстрел по Энди, мы бы не попали сюда. Они правда убивали людей для еды? Эм, да. Скажем, да. Это пиздец, господи. Только Клементина, она же не знает, правда? Да, вообще-то она знает. Карли, она не тупая. Вообще-то. Катя удалось захватить это, пока она была в доме. Она говорит, типа, это... Ну что? Да, я нашел ее, когда мы искали тех, кто подстрелил Марка. А, это та камера? Она нужна тебе? Почему тебе не оставить ее? Она поможет записать, что ты хотел бы сохранить. А батареек-то нет. Или есть? Так, Кенни-то ранен тоже, кстати. Как ты? Я в порядке. Я просто не такой молодой, каким был раньше. Да ты... Трухач, сука. Дорогая, идите вперед, дайте нам с Ли поговорить пару секунд. Да, надо все это обсудить. А, в принципе, Кенни просит тебя ничего не иметь, но все-таки ты бы мог тогда мне помочь. После этого будут последствия. После убийства отца Лили? Да, могу себе представить. А что ты думаешь? Скажем, ты не герой, парень. Ты погубил две жизни в этом холодильнике. Кенни запомнит ваше слово. Ну и пускай запоминает, потому что это правильно. Кенни, ты неплохой, но... Что там... Что нам теперь делать? Слушай, молчание это не ответ, парень. Я все еще жду. Я все еще жду. Ладно, Климитина подходит. Пошли, Климитина, будь ближе ко мне. Ли, плохие люди мертвы? Скажем, мы не убили их, так что не знаю. Может быть, они не смогли уйти отходящих, но я не уверен, что они не пойдут за нами. Так, мы ее обнадежили, это хорошо. Эй, пап, а что это за шум? Я только гром слышу. Как будто машина. Господи, только не новые странники. А ведь с бандитами мы так и не разобрались. Да, машина, как будто дверь открыта. Когда дверь, машина открывается, она такая вот... Такой звук идет. Да, я был прав. Ух ты. Так, ну, я так понимаю, там никого нет или рядом поблизости? Давай скринь, эй! Алло! Так, никого тут нету. Мельно подойдите к машине. Ладно. Так, ну я пока там никого не вижу. Так, и, кстати, почему я всегда подхожу к машине, ищу отвертки? Почему Кенни этого ничего не делает? Так, вот там, вот видите, да, это... Я не знаю, что это там может быть. Я надеюсь, там никого нет. Так, отключили. Как я и думал. Ого! Детка, ты должна ответить. Слушай, сколько жратвы. Да тут полно еды и припасов. Это отлично просто. Эта еда может спасти нас всех. Ну так-то да. Не всех нас. Она все еще помнит это, то, что он убил Ларри. Слушайте, мы не знаем, мертвы ли эти люди. Если они вернутся, то мы будем просто монстрами, которые пришли из леса и разрушили их жизни. Эти вещи не наши. Папа, чья это машина? Дак, не волнуйся по этому поводу. Теперь она наша. Даки, она брошена, не волнуйся. А что если нет? Вот, кстати, да. А что если она не брошена? Что если она чья-то? Я предлагаю, надо... Ты права. Нет, слушайте, если бы можно было взять немного запасов, я бы взял немного, а часть оставил, оставил тачку. Но раз нельзя, не голодай же нам все и... Тогда все надо брать. Давайте ей сейчас попытаемся объяснить. Климентин, мы должны взять эти запасы, а она нужна нам для того, чтобы выжить. Мне жаль, дорогая, но сейчас нет хорошего или плохого. Есть выживание. Да, научись жить с этим, детка. Я так при тебе двух людей специально не убивал. Позволь мне один раз неправильно поступить, по твоему мнению. Так, ладно, давайте попробуем. Он закрыт. Я уже пробовал это. Я слышал, как ты вытащил ключи из зажигания. Да, давайте ключом сразу не будем телиться. Открываем. И все, забираем. Так, я возьму это. Прошу прощения, друзья, прервался. Мне домашний зазвонил, надо было ответить. Так, давайте потихоньку сейчас будем перетаскивать. Здесь еще еда. Слушай, да тут до хрена еды. Вот реально нам всем на месяц точно хватит. Но если экономить, конечно, а не обжираться постоянно. Давайте этого еще. Отлично, может мы наконец пережили все это? Так, почему тебе не понести это? Хорошо. Мне так кажется, почему-то если бы я отказался брать припасы, сказал Клеметине, да, ты права, мы не возьмем. Мне кажется, они все равно забрали Икея, и все бы они вытащили это. Так, я понесу. Но как-то все равно Клеметина стоит там вдали. Так, толстовка. Это толстовка вроде твоего размера. Почему тебе не взять ее? Может похладать? Она не моя. Теперь она твоя. Так, заставил Клеметину взять толстовку. Ну ладно, заставил. Все-таки для ее блага. Ребенок еще маленький, она не особо понимает это. Но я так понимаю, она немного на меня обижена. Эй, в той коробке есть батарейки. Полагаю, они подойдут к твоей камере. Вот, и можешь взять несколько для твоей батарейки, да? Думаешь, справишься? Ты мне в жизнь припоминать будешь, да? Так, она отдала батарейки Клеметине. И в камеру встали. О, Господи, тебе стоит посмотреть на это. Что там? О, черт. А что там? Что там? Почему загрузка идет? Почему мне не показывают, что там? Я, я любопытный человек. Опа. Вот это да. Так, кто-то это все снимает. Джей, брат, Линда и все ебаные больные из Сейф Лотс. Они называют себя бандитами, но вы ебаные монстры. О, дорогая детка, посмотри на себя, посмотри на себя. Ох, милая, тебе нужна мама. Мы же не позволим этим бандитам взять, как ты, Клементина? Хорошо. Где твоя кепка? Я не знаю, поможешь мне найти ее? Конечно. Когда ты потерял ее? Пару дней назад она была еще у меня. Я обещаю, если я найду. Все думают, что ты в безопасности сидишь, ведешь себя, как будто сейчас все, как раньше. Опа. Не убивай их самостоятельно. Тебе нужно бояться живых людей. Людей, которых я называла друзьями. Людей, которые забрали. Не волнуйся, малышка. Бандиты отвлеклись на ферму. Пока они получают еду, ты будешь в безопасности. Я обещаю. Это что, ее мама? Я так понимаю, это ее мама. Херово. Что ж, ладно, в следующий раз... Я так понимаю, мы эпизод прошли, в следующий раз входящие мертвецы. Эту месту конец, время двигаться. Забей, как будто ты меня вообще слушаешь. Это все, что у тебя есть? Я же говорил, в городе ничего нет. Так, игра, не подвисай, показывай сюжет. У тебя есть хоть одна идея, как мы все это возьмем? Мы должны уйти. Даг в прошлой ночи спрашивал о ферме. Я этого не сильно волновал, но он начинает понимать. Походу, Кенни уехал. Мне нужно на побережье достать туда всех. Это безумие. Лили не справляется, а? Ты убил ее отца. Я сделал, что должен был, ты знаешь это. Может, у людей не отсюда дела идут лучше? В любом случае... Ух ты, смотрите, СОС написано везде, типа, помогите. А, может, у ребят, у которых все продумано... Люди сходят с ума, когда напуганы. Иногда, да. Это безумие. Я одна тяну эту группу. Мы можем все обсудить. Хорошо, мы можем все обсудить. Я скажу тебе, что мы должны обсудить. Мы не можем остановить одно, чтобы он ебался тут за всех. Так, впереди долгая дорога. Пизод 3. Что ж, я думаю, будет еще интереснее, чем во втором и первом эпизоде. Так, можете посмотреть мою статистику. В принципе, да, нормально я все прохожу. Нормальное дело. Вот, то есть, на этом второй эпизод заканчивается. Посмотрим, что будет с третьим. Я с нетерпением жду, когда выйдет русский перевод. Потому что сейчас, на данный момент, когда я снимаю этот ролик, сейчас 1 августа. Вот, потому что я эпизоды снимаю заранее. Возможно, вы смотрите этот ролик там уже август 9-10. Вот, я такую маленькую тайну открою. Я эти эпизоды снял заранее. Вот. И сейчас нету третьего эпизода на русском языке, но я с нетерпением его жду. И, возможно, он уже, когда вы смотрите это видео, он уже вышел. И я уже и его заснял. Вот. Короче, все охеренно. Я просто таком на эмоциональном подъеме. Потому что игра очень интересная. С нетерпением жду. Как видите, в третьем эпизоде будут всякие разлады, разъебы. И, не дай бог, это окажется мама Клементина. Тут прям так и не сказано было. Вот это в камере, да. То, что это, типа, вот эта женщина, которую вот тот мудак, людоед, убил. Она же прямо так не сказала, типа, Клементина, я твоя мама, и я тебе позабочусь. Она просто хотела позаботиться об этом ребенке. Может, она просто, я не знаю, педофилиха и хочет переманить ребенка на свою сторону, девочку. Вот. Но, не знаю. Посмотрим, что будет. С нетерпением ждем третьего эпизода. С вами был Эстер. До новых встреч. Пока, друзья.